Ну а во втором жимконском наслеге Хангаласского Улуса на региональном этапе агропромышленной научно-практической конференции собрались школьники центральной группы Улусов. Какие темы здесь обсуждали, расскажет Фиолета Засимова. Количество агропрофилированных школ в Якутии с каждым годом увеличивается. На данный момент их насчитывается около ста. Афанасий Чугунов, профессор Ягысхав, в честь которого было и названо мероприятие, убежден, что без трудового воспитания невозможно развитие полноценной личности. Вообще надо сказать, агрошколу в России передумали мы, республика Саха-Якутия, внедрили. Мы еще до появления указа на ФГОС, мы его ввели еще давно в систему агрошколы. Чугуновские агрочтения проходят в три этапа – внутришкольный, улусный и региональный. Участники, прошедшие первые два этапа, выступают с докладами перед экспертами в одном из шести направлений. Для учителей также работала одна секция – внедрение агрокомпонентов в обучение. Летом я еду в Черкех, и там моя бабушка салит разные цветы, овощи разные, подпочву и всегда перегной добавляет. И мне стало интересно, и так я продолжила, точнее начала свое исследование. В этом году призеры регионального этапа получают путевку в Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». Предусмотрено 50 путевок на 4 зоны. Уже определились победители Арктической и Центральной группы улусов. Впереди проведение конференции в Илюйских и Заречных улусах. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК «Саха», Хангаласский улус. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Орл believeтой дворчик «Сосновый бор ул scientificjäстью».